приветик всем среда ребятки начинаю новый влог и смотрите что делать ну блин куда он лезет по таким камням они скользкие еще тут дети там кого-то они собирают ловят я бы не рисковала так если честно погода сегодня чудесная миланчик будет выходить в море на смотрите ну реально по камням так идут с очком не я бы так не рисковала все дрянчик идем доминить дудо я пошли две минутки поспим идем раскрылся первый бутон смотрите я обожаю такие вот розы пушистые аромат вы просто не представляете какой сейчас еще вот это будет свести вот тоже самая моя любимая роза вообще мне много красивых я щас вам покажу вот эту вот все жду она светло-розовая почти белая тоже должна быть очень очень пахучая и вот эти мне нравится кустики простите сегодня снова заехала в магазин он у нас называется магазин славянских товаров сейчас вам покажу что купила монополит выглядит купила палочки крузные сладкие франции такие не продаются здесь в основном такие знаете соленые потом хозяйка магазина нам говорила купить вот такие трубочки вафельные со сгущенкой ручная работа написано она говорит это вообще я говорю спасибо я тут на диете не на дети за питанием слежу а ты меня вот еще соблазняешь туда попробовать мальчиком аж до сентября можно их хранить хотела посмотреть это пульс 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 пульски купила зефир шоколаде латвия латвийский пила конечно же сушки ванильные милан их очень любит потом купила смотрите увидела анчоусы такие маленькие сухая рыбка возьму может быть его тоже когда-нибудь попробую темного там служим мужа угощу икра кабачковая домашняя она говорит вкусная я говорю как ее есть я никогда такое не ела она говорит просто берешь хлебушек и на хлебушек намазываешь икру ну в принципе как обычно только это кабачковая наград попробую очень вкусно ну вот попробую где она сделана вкус знакомый с детства никогда не ела ни кабачковую икру ладно так дальше что еще купила купила конфеты такие птичье молоко настоящие написано потом купила семечки потом это халва из украины халва украинская халва потом купила вот такой салат он очень вкусный вот реально очень очень вкусно и называется бело церковский не острый надо посмотреть как его делать очень вкусный так и что у меня тут еще пельмени не покупала я хотела пельмени еще купить мне понравились там одни я у нее брала но я потом ехала за мальчиком и у нас тепло теперь очень даже можно сказать жарко сегодня поэтому не брала простая либо купила опята баночку смотрите какие красивенькие посмотрю не знаю что с ними сделаем маринованный это что это лечи лечу лечи армению тоже она сказала что вкусное и не острое и еще и купила посоветовала она это чё аджика что-то она сказала тоже наверное как аджика это называется тут перец аж до двадцать пятого года перед все это не острое короче попробуем такой вот у меня сегодня улов и мальчиком конечно же это палочки сейчас будет несколько минут только для девочек если кто-то живет я не знаю наверное скорее всего во франции вот кому интересно кто любит маски домашний домашний уход посмотрите вот эту марку наверное эта марка так называется прованс спа у них я не знаю даже каким не образом по моему это было не реклама мне присылали вот не помню откуда они у меня появились или я сама где-то купила у меня была одна вот кто же в пакетике такая маска для области вокруг глаз эти маски как-то они называются блин вот честное слово все слова выпадают из головы вылетают забыла как она называется знаете маски которые можно наносить таким толстым слоем и они потом снимаются реально так хорошо как-то не называется не гидрофильные как-то забыла короче мне настолько понравилось и для области вокруг глаз и вот это у меня для лица пилов то есть с эффектом пилинга обалденный просто у меня есть такой вот мерный стаканчик разные тут ложечки к нему покупала в примарке не беру одну такую большую ложку один к одному разводится ложка такой вот пудры сейчас вам покажу какого на цвета и ложка немножечко тепленькой воды вот как выглядит пудра нас таким немножечко оранжевым оттенком сейчас я сюда добавлю такую же мерную ложку воды тепленькой и главное эту маску быстро наносить таким довольно толстым слоем потому что она быстро застывает еще купила видите вон там у меня одна даже две губки которыми я пользуюсь сейчас вот на данный момент вот эти вот натуральные она служит мне наверное такая губка 1 месяцев 6 даже может быть больше потом уже потихонечку начинает рваться но знаете это самое лучшее что может быть для очищения кожи вот я использую с тоже моим любимым ты не реклама гелем для умывания от марки свр вообще-то самая моя любимая марка мне подходит все от этой марки правда вот единственный минус что она дорогая вот этот гель я мусс даже но да гель желе для умывания я покупаю всегда его хватает одной маленькой горошинки вот чтобы просто не не словами вот смотрите тут почти закончился чтобы вы мне как бы поверили сейчас вам покажу тут у меня все запасной лежит вот видите смотрите такой же полный и вот в общем я покупаю всегда такие губки я пробовала и электрические и какие только я не пробовала но это самое лучшее если мне хочется немножечко так знаете скажем в кавычках пошкрябать кожу у меня есть еще вот такой вот спонжик он видите идет с гранулками отшелушивающими тоже хороший у меня вот эти спонжики если без гранулок они мне не очень нравятся потому что они для моей кожи слишком слишком нежные то есть они просто там знаете как немножечко такой массаж делаю для кожи а вот эти губки именно очищают потому что видите они такие она не совсем нежная то есть ну вот супер такое прям получается настоящее очищение плюс эффект пилинга и вот я уже купила новую я люблю когда они такие не очень большие вот такой вот именно формы то есть это натуральная губка видите от марки свр тоже покажу вам еще у меня уже крем для области вокруг глаз закончился и вот этот я покупала на день но обалденный ну просто вот я не знаю у кого нормальная комбинированная кожа как у меня я вам советую эту марку если вы еще не пробовали попробуйте обалденно и я просто вот не знаю тянуть всегда растягиваю удовольствие потому что стоит дорого как бы поэтому вот стараюсь чтобы хватило на подольше еще вам покажу вот такой вот у меня есть в наборе к этому крему была вот такая вот сыворотка концентрат витамин витамин b3 5 процентов и гиалуроновая кислота тоже тут надо совсем чуть-чуть до крема наносить я делаю так и у меня закончился крем от этой марки для области вокруг глаз я себе купила знаете что попробовать корейский хотя я большой фанат французской косметики в планах у меня переходить на уход допустим корейской каких-то корейских марок у меня нету потому что меня полностью устраивают французский но вот получилось у меня попробовать вот такой крем тоже для области вокруг глаз 4 вида пептидов улучшает эластичность кожи и знаете что самое интересное здесь 30 миллилитров то есть это много для области вокруг глаз я не знаю этого хватит наверное на на год вот написано срок годности 12 месяцев после открытия и знаете очень классный крем вот прямо очень очень классный мне так понравился правда он все никак не заканчивается и не заканчивается поэтому я уже иногда его и на все лицо наношу чтобы потом полностью снова купить гамму не задавь наверно свр или попробую веледа мне тоже нравится у них там кое-что так что не знаю посмотрю ну вот это вот классно если кто-то любит корейскую косметику вот написано made in korea то попробуйте вот этот крем для области глаз я советую мне очень понравился каждый день наношу защиту вот это у меня защиты сейчас от марки эсерин тоже нравится эта марка и крема и уход все нравится защитой spf 50 плюс наношу на лицо потому что у нас в нормандии солнце очень так знаете такое прям как это сказать сильное смотрите вот как выглядит эта маска не очень красиво конечно еще плюс подтекает потому что немножечко больше случайно добавила воды с вами заболталась но она сейчас высохнет станет такая знаете плотненькой и она потом так хорошо снимается вот буквально по ней можно сделать слепок вашего лица вот так вот да или отсюда там и она все снимается одним таким пластом класс вообще мне очень нравится если кто-то может найти эту маску я сама еще даже не пробовала искать сколько она стоит где она находится как ее можно купить поищите и че что делитесь в комментариях месяц мая во франции это один сплошной праздник правда в этом месяце очень очень много государственных праздников и и в следующие выходные будет день матери поэтому я приехала купить открыточку отправлю в посылки свекрови и не удержалась купила все-таки себе рассаду купили милану новый тротинет а адриан уже взял его двухколесный поменялись братья давай молодец уху молодец где милан а вот сейчас покажу вам уху давай еще один кружок и поедем на пляж еще один круг шампиньон дюмонд шампиньон дюмонд шампиньон дюмонд хотели этого просто смеемся обычно говорят чемпион мира это по-французски шампион дюмонд а адриан говорит шампиньон дюмонд как это грипп мировой грипп так и мы его сейчас так называем шампиньон дюмонд приехала забирать мужа он тут машину свою отвез в гараж все время сюда ездит это такая небольшая деревушка нормандская боже посмотрите какая она миленькая как все чистенько здесь есть булочная по-моему несколько ресторанчиков школа все такое маленькое и уютненькое смотрите парикмахерская аптека вон булочная посмотрите какая чистота и красота вот такая вот церковь это утро еще раннее мы только отвезли детей в школу и приехали с мужем в общем я его забирала заодно решили заехать там по делам кое что прикупить но и мы не завтракавшие поэтому заехали в буланджери и купили себе по круассану и по кофе очень нам понравилось это бунжери называется жадох видите написано визитной карточка визитной карточкой является образ девочки маленькой он сказал что это его дочка которую зовут жад и вот от имени жад образовалась жадох очень вкусная буланджери цены низкие доступные все такое свежее ароматное я взяла себе только кофе удержалась а муж взял это булочка с миндальной пастой внутри это настолько вкусно там такая корочка там такой миндаль ой это вообще а затем мы с мужем заехали в цветочный магазин даже не только тут цветы продаются тут и животные но мы хотели себе прикупить каких-нибудь новых растений посмотрели так что есть и пока что решили вот не брать а дома посмотреть что еще куда мы можем посадить но у нас есть как-то такой сказать сдерживающий фактор сейчас что если вдруг что-то там какая-то стройка то знаете чтобы просто эти новые растения не стали там на пути какого-нибудь грузовика или экскаватора или еще чего-то поэтому хочется купить что-нибудь еще новенькое добавить но вот пока что у нас сдерживает тот фактор что вот если что-то все-таки мы на что-то решимся ну а затем мы заехали в спортивный магазин что мы там купили купили вот для Милана такое как это сказать лук со стрелами на липучках он уже вовсю им играет в следующем видео покажу вам очень классный еще купили для себя договорились с мужем что будем играть вот это сейчас вот кладет как раз все для игры в бадминтон ну такой знаете можно сказать по-серьезному то есть там есть сетка есть ракетки вот что мы еще купили купили костюмы детям которые как это сказать из неопрена то есть в них можно спокойно купаться в море потому что у нас все-таки ла-манш вода здесь всегда прохладная так что мы еще купили купили им обувь для моря тоже чтобы можно было спокойно не боясь ходить по дну что мы еще купили не вижу здесь купили очки а да купили классные очки и милану и адриану стопроцентная защита от ультрафиолета в общем это очки которые знаете он может с собой надевать когда он занимается парусным спортом то есть сзади они тоже крепятся видите ничего не упадет и плюс хорошо блики воды они как бы сказать ну как сбивают то есть не так тяжело смотреть на воду у нас сегодня суббота мы работаем в саду смотрите сейчас вам покажу вот эта роза видите она больная листики попадали ну я не знаю милан попробуй отовсюду сама она видите какая то как будто бы сожженная ну то есть больная я ее сейчас буду брызгать у меня есть классное средство сейчас вам покажу тоже где-то она была коробка вот в том году еще покупала и помогло вот такое от болезни розы видите очень хорошее средство сейчас разведу забыла уже как там надо и обрызгаю на обед у нас сегодня будет рагу из говядины вот вчера еще я вечером готовила мясо очень очень долго все это тушилось в приправах с луком с чесноком мясо уже получилось мягкое сейчас добавлю сюда овощи добавлю картошку добавлю морковь я даже не знаю что еще и знаете что еще сделаю сделаю фалафель фалафель кто как называет из нут это же нут да называется кажется из поащиш короче по-французски все очень просто делается и я делаю их не в масле не во фритернице а в духовке так как бы ну более знаете без масла вроде как более полезно и очень вкусно быстро просто ну и вкусно покажу вам если кто-то не знает на заметочку ну и рагу тоже будет прям такой аромат летает мяско вот тоже готовое долго тушила наверное часа три так точно такая рулечка еще там была как это называется видите там с этим костным мозгом я люблю такое не рулечка а кость да hello everybody сейчас подожди возьму сейчас беру please давай please печеньки уменьшила огонь сейчас пойду пока что знаете что подготовлю для наших шариков для фалафелей или для фалафелей кто как называет подготовлю надо какую-нибудь зеленушку у меня есть и лук порей есть и петрушка еще возьму немножечко мяты что у меня еще есть кориандр но кроме меня я знаете я его ем прямо такими этими как вот я покупаю замороженные упаковками муж как-то спокойно к нему относится он любит в тайских супах его когда я варю что адрян сейчас иду но а себе я добавлю короче еще и кориандр смотрите вот здесь у меня в этом мерном стакане здесь у меня травки муравки которые я нашла здесь кориандр лук порей ой порей говорю обыкновенный лучок такой зеленый эти не стрелочки боже как они называются порезала тоже одна чесночина петрушка у меня здесь что у меня еще здесь сейчас еще добавлю сюда маленькую луковичку молодого лука немножечко перчика черного немножечко куркумы муки и беру вот такую вот у меня баночка есть вообще вы можете взять сухой нут замочить его на ночь потом отжать воду и все это перемешать тогда ну я беру такую вот банку здесь нут я сейчас солью воду высыплю его сюда и все это погружным вот этим блендером перемолочу обычно я все это взбиваю в обычном блендере обычно в обычном блендере а сегодня вот сделала погружным и знаете сильно я перемолола получилась консистенция больше похожая на хумус в принципе можно и так есть но я же хотела запечь кстати очень вкусно я попробовала с этими травками муравками просто обалденно я сейчас все-таки попробую сформировать что-то похожее на шарики ну или не знаю на какую-нибудь форму как говорит Юлия Высоцкая это любимая консистенция моего мужа ну разлезется так разлезется ну в общем должно быть оно знаете такими более крупными кусочками вот видите у меня реально хумус что сейчас будем кушать сейчас попробуй запечь у меня не получилось круглой формы ну смотрите у меня получилось что-то похожее на овсяное печенье вообще еще можно приготовить соус из греческого йогурта добавить туда тоже чесночок немножечко травок сольки будет очень вкусно а я сегодня подам наверное с каким-нибудь сливочным сыром вот такая вот штучка у меня получилась вот такая смотрите маленькая пирожечка у нас оливки салат вот этот что я купила белый цирковский котлетки или как это сказать в общем галетки сидор сейчас откроем на перекус и сейчас мальчикам еще принесу жамбончик и сыр и тут я буду менять масло потому что завтра придет мой данный друг будем делать барбекю здесь буду делать картофель крит поменяю масло и поэтому последний раз напоследок делаю себе рыбку маленькую вот эту видите тоже как на закуску обожаю как семечки она идет с костями с головой вся она с икринками очень вкусно салат 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 как он салат да как он как он как он как он салат 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 Да, да. Да, да. Да. Ты знаешь, он делает как будто не вкусно, но он едет. Да, это вкусно. Но... Ты знаешь, если это не вкусно, он не едет. Да. Нет, но... Милан, он должен емать один день. А, ваше. А, ваше. 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 А, ваше. А, ваше. А, ваше. Напоследок хотела вам сказать. Сегодня так наработались. Вообще все убрали, чистенько, красиво у нас. И хотела сказать про этот заборчик. Видите, я его покрасила. Ну, не покрасила, а покрыла вот этим средством. И дерево приобрело такой, мне кажется, более красивый оттенок. Хотя я не знаю, сколько он продержится, этот забор. Нам он нужен сейчас, на данный момент. Потому что... Адрианчик еще маленький. Вот мы все время... Там у нас спуск такой в гараж. Крутой. И тут получается высоко. И мы все время боялись, что, знаете, они тут носятся, еще когда-нибудь упадет. Поэтому пока что нам нужен этот заборчик. Потом его, конечно, мы уберем. Но что хотела сказать, что внимательный зритель, один мой, привет вам, земляника, кажется, написал, что почему заборчик к вам, к лесу передом, а к вам задом. И я, знаете, я даже не обратила на это внимание. Хотя я же его и красила. Смотрите, здесь действительно начинается как бы лицевая сторона. Муж начал. А потом переходит, ну то есть идет вот эта вот рейка, планка. И это уже получается, ну действительно, как... Я спрашиваю у него. Я не заметила. Вот я вам снимала, маме показывала. Он мне показывал. Мы сами не заметили. А внимательный мой зритель написал, что почему вот так. И я у него спросила. Я говорю, ты специально? Это было так задумано, что ты начинаешь за здравие, да, заканчиваешь. И он мне не смог объяснить. И вот благодаря вам, земляника, мой муж сегодня сказал, что не сможет спать. Будет ждать завтра, чтобы все это перевернуть. Я ему говорю, да ладно, слушай, не критично. Мы вообще не заметили как бы. Вот смешно. Он, если честно, посмеялись. Он мне говорит, ты сама это как бы увидела? Я говорю, если честно, нет. Мне написали зрители. Он говорит, что все, давай заканчивай этот YouTube, сворачивай. Потому что... Ну так смехом сказал тоже. Смешно, конечно, получилось. Я говорю, никто не заметил. Ну вот такие вот внимательные зрители у меня. Все, вам спасибо за внимание. Я тут стою уже вечером. У нас соседи там шумят. Я стою в маске. Еще одно вечернее увлажняющее. И все. Пойду спать тоже отдыхать. Потому что завтра к Милану приезжает друг. Будем делать барбекю. Друг остается с ночевкой. Видите, как уже детки подросли. Вот. И будем набираться сил. Всем большое спасибо за внимание. У меня день рождения в понедельник. Так что мне будет очень приятно, если вы поставите лайки. Поддержите вот таким вот прям небывалым всплеском комментариев. Или, я не знаю, лайков. Вот. И вам спасибо. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok